Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл, а и та в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Прямо сейчас мы разберем шестиступенчатую механическую коробку переключения передач, которая ставилась на очень большое количество автомобилей Opel, Fiat и Alfa Romeo. Встречаем M32. Шестиступенчатая механическая коробка переключения передач M32 появилась в 2004 году и выпускалась аж до 2017 года. Она предназначена для переваривания до 320 ньютонометров крутящего момента. По конструкции она трехвальная и конструктивно очень похожа на мощную F40. Но на этапе проектирования этой трансмиссии что-то пошло не так, и поэтому несколько лет она выпускалась с дефектами. И это приводило к тому, что ее приходилось ремонтировать, либо менять на контрактную неизношенную коробку. Шестиступенчатая МКПП M32 ставилась на огромное количество автомобилей. Сейчас мы попытаемся вкратце их все перечислить. Итак, Alfa Romeo 159, Brero и Spiders. Также Fiat Cromo с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1.8 до 2.2. Также Alfa Romeo Mita с двигателями объемом от 1.3 до 1.6. Fiat Bravo, Grande Punta, Punta Evo и Lancia Delta с двигателями объемом от 1.3 до 1.6. Также на Fiat Fiorino и Cubo с двигателем 1.3 Multijet. На Opel Astra H, Corsa D и E, Meriva A и B механическая шестиступка – это тоже М32. На Astra J и E, Opel Moco, Zafira Tourer эта трансмиссия устанавливалась вместе с двигателями объемом от 1.4. На Opel Insignia A эта трансмиссия устанавливалась вместе с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1.4 до 1.6. Также на Insignia A эта трансмиссия устанавливалась с маломощной версией двигателя 2.0 CDTI, а вот на Insignia B она уже устанавливалась в улучшенном варианте. На Signum и Vectra C шестиступенчатая механическая коробка переключения передач M32 устанавливалась вместе с турбодизелями объемом 1.9 и 2.2 литра. На версии двигателя 1.9 можно встретить более мощную трансмиссию F40. Сверху на ее корпусе возле механизма выбора передач будет написано F40. Трансмиссии M32 имеют много модификаций. В первую очередь сильно отличаются колоколами, версии для автомобилей Fiat и Opel. Также версия колокола зависит от типа двигателя, то есть коробку от бензинового двигателя вы не поставите на дизельный автомобиль. На заводе на коробку M32 наклеивается табличка с подробной информацией о ней, но она теряется в процессе эксплуатации. Справочники говорят, что у этой коробки 9 модификаций передаточных чисел и множество вариантов передаточного числа главной передачи. Но подобрать подшипники для ремонта этой МКПП гораздо проще. Об этом мы подробно далее поговорим. Самый распространенный симптом неисправности – это гул на пятой и шестой передаче, который вызван износом подшипника вторичного вала, где находится шестерня передач 1,2,5,6. Гул слышен как при езде на передаче, так и при езде накатом. Если игнорировать этот гул, то подшипник развалится. Это приведет к нарушению соосности валов, шестерни перекосятся, что приведет к преждевременному износу шестерен. Трансмиссию может заклинить. Сильно изношенный подшипник может проворачиваться относительно корпуса коробки, что приведет к износу посадочного места. Также о сильном износе говорит о покачивании рычага переключения передач при нажатии или отпускании педали акселератора на первой и пятой передачах. Также при выжиме сцепления на первой передаче рычаг коробки переключения передач кивает назад. Это происходит потому, что подшипник допускает большой осевой люфт вала, который через вилки переключения передач передается на кулису и рычаг. Добавим, что хруст или скрежет при совершении правого поворота тоже говорит об износе подшипников этой коробки. Нет никакой системы, когда и при каких условиях обнаружится износ подшипников. Коробка может проехать 50 тысяч и загудеть, а может проехать и 200 тысяч. Мощность двигателя вряд ли на что-то влияет. Возможно, трассовый режим при длительном движении на шестой передаче оказывает губительный износ заднего опорного подшипника, потому что он находится возле шестерни шестой передачи. Ну и езда в натяг вряд ли облегчает жизнь неудачному подшипнику. Компания GM предприняла попытки улучшить ситуацию в 2009 году. Диаметр задних подшипников изменился с 55 до 62 миллиметров. Также изменился диаметр первичного вала и внутренний диаметр сальника. Но модифицированные трансмиссии внешне никак нельзя отличить от трансмиссии старого образца, потому что они идентичны. Также по году выпуска невозможно, потому что в период после 2009 года выпускались и коробки старого образца. Кстати, модифицированные трансмиссии со временем тоже начинают гудеть. В 2011 году инженеры компании GM значительно модернизировали заднюю крышку этой трансмиссии. Там появились увеличенные каналы подачи масла к подшипникам. Ну а в разборе этой коробки нам поможет новый член команды «АвтоСтронг». Итак, встречаем, Артем, и мы начинаем нашу разборочку. Вот так легко она располовинивается. Считается, что проблемы с износом подшипников валов, трансмиссии N32 происходят из-за некорректной ее сборки на заводе. А именно, в частности, преднатяг отрегулирован некорректно. Преднатяг регулируется очень сложно и неудобно фактически притягиванием двух половинок корпуса трансмиссии, а зазоры регулируются с помощью регулировочных шайб, которые находятся между корпусом трансмиссии и подшипниками. Вообще, при правильной сборке валы трансмиссии должны вращаться с усилием от 1,8 до 3,5 Нм. То есть, грубо говоря, не должны вращаться по инерции от движения руки, также не должны люфтить и тем более туго вращаться. Также есть мнение, что использование качественного и способного выдержать повышенные температурные нагрузки масла продлевает жизнь этой трансмиссии. Заливать стоит не 2,4 литра, а 2,8 литра. Благодаря этому верхние валы лучше смазываются. С заменой масла все просто. Снизу сливная пробка, сверху заливная пробка, также есть контрольная пробка. Учтите, при сливе масла со сливной пробки в коробке остается 200 грамм. Если решите залить больше масла, чем предписывает производитель, то не надо выкручивать контрольную пробку. Если коробка не заклинила, она просто загудела и толкает рычаг переключения передач, то тогда возможно отделаться просто заменой подшипников. Правда, узнать диаметр подшипников наперед нельзя. Поэтому закупаться подшипниками и сальниками нужно после дефектовки коробки. Отдельная проблема трансмиссии М32, которая работает в паре с мощными двигателями, это износ муфт синхронизаторов второй, третий и четвертой передач. Выбивание в нейтраль и хруст говорит о износе муфт. У нас здесь стандартные подшипники СНР, диаметр 55 миллиметров и стандартная проблема износа вторичного вала, на котором находятся передачи 1, 2, 5, 6. Эту трансмиссию можно отремонтировать с заменой всех подшипников, но настораживает вывалившаяся обойма изношенного подшипника, а такого быть не должно. Хотя нет, этой трансмиссии уже ничего не поможет, потому что изношены зубчики синхронизаторов третьей и четвертой передач. Сняли валы и видим износ передних подшипников вторичных валов. Эта трансмиссия гудела, как самолет. Ну что, разборка закончена и вот такую проблему с износом подшипников имеет очень распространенная трансмиссия М32. Отметим, что при сливе масла никакого износа вы не увидите, потому что всю стружку собирает магнит. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».